Первым делом открываем расширительный бачок с тормозной жидкостью. И если там не хватает до верхнего уровня, то доливаем тормозок. Чаще всего ДОТ-4 сейчас применяется в современной жидкости. Опять же смотреть надо по спецификациям к машине. Желательно сбрызнуть ВД-шкой, либо бензином можно смыть грязь. Далее берем палку по длине примерно метр, плюс-минус. Не сильно такую дубовую, чтобы слегка гнулась. Накачиваем педаль тормоза, пока она не станет тугой. Откручиваем. Вот жидкость наша потекла. Зажимаем. Опять накачиваем. Вставляем упор. Повторяем спуск жидкости со штуцера прокачки. Этот способ выручал меня уже тоже не раз. И думаю, вам пригодится. По мере накачивания не забывайте подливать жидкость тормозную в расширительный бачок. Этот способ, конечно, вы заколебетесь прокачивать, если у вас был большой какой-то ремонт. Но как аварийный способ доехать до места, где у вас помощник будет, чтобы помочь прокачать, либо если вы в чистом поле сломались, как аварийный способ, вполне подойдет. Идете к ближайшему кусту, вырубаете палку, подбираете по длине. Накачиваете педаль тормоза, вставляете эту палку, чтобы она удерживала педаль тормоза. И откручиваете штуцер прокачки. Как только жидкость закапала, закручиваете назад, опять накачиваете и повторяете все так несколько раз. Ну, все, конечно, зависит от степени сложности ремонта у вас. Если вы поменяли небольшой участок магистра, либо тормозной цилиндр, то сильно много времени прокачка у вас не займет. На этом все. Ставьте палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!